Благоприятные условия для обучения – залог получения хорошего образования. В этом году санитарно-эпидемиологической службой была проведена большая работа в этой сфере, и сегодня уже можно подвести определенные итоги. В целом приемка школ и оформление паспортов готовности уже заканчивается. Только некоторые учебные заведения пока не получили сертификаты, но эта информация варьируется ежечасно. Из 564 учреждений общего среднего образования в настоящее время готовы и подписаны паспорта готовности на 558 учреждениях образования. Фактически по состоянию на сегодняшний день у нас не подписаны только паспорта готовности по 6 учреждениям образования. В этом году шла активная замена предметов школьного интерьера. Согласно территориальной программе ученическая мебель, которая была разработана по инициативе санитарно-эпидемиологической службы еще осенью 2012 года, было закуплено 515 школьных парт и более 1000 конторок. Особое внимание при подготовке к новому учебному году было отведено объектам питания, состоянию санитарных блоков и наличию условий для соблюдения личной гигиены. В 2012 году эта проблема стояла остро, однако благодаря внедрению типовой программы производственного контроля удалось сократить количество нарушений санитарных норм и правил практически в полтора раза. В первую очередь особое внимание было уделено в ходу подготовки объектов питания в учреждениях образования. Насколько учреждение пищеблока обеспечено у нас холодильным технологическим оборудованием, насколько оно исправно, насколько оно соответствует, так сказать, тем объемам работ, которые необходимы для пищеблока. Обеспеченность и столовой, и кухонной посуды, и создание должных условий для соблюдения личной гигиены как персоналом, так и детьми. Учебные заведения города уже ждут своих учащихся. В субботу для многих из них прозвучит первый звонок на линейке, а образовательный процесс будет организован в условиях, обеспечивающих сохранение здоровья, а также поддержанию работоспособности в течение учебного года. Продолжение следует...